Машиностроение играет ключевую роль в структуре промышленного комплекса региона. Отрасль составляет 35% промышленного производства Самарской области. В ней занято более 120 тысяч человек. Это 13% трудоспособного населения губернии. Минувший год из-за пандемии для машиностроения выдался непростым. Пришлось перестраивать производственный процесс, но все испытания машиностроители перенесли достойно, отметил губернатор Дмитрий Азаров. Нам с вами удалось преодолеть последствия кризиса экономического, связанного с пандемией. Мы вышли уже на доковидный уровень. Хочу вам сказать, что по итогам первого полугодия индекс промышленного производства составил 107,1%. Это превышает показатели и 2019 года. А объем инвестиций, который мы зафиксировали по итогам первого полугодия, составил 132,7% в отношении показателей прошлого года. Все это во многом благодаря славным трудовым коллективам наших машиностроителей. Мудрому руководству, эффективным управленческим командам и, конечно же, талантливым, работоспособным, ответственным людям. Машиностроительный комплекс объединяет порядка 148 крупных и средних компаний. Это 31% от общего числа предприятий, обрабатывающих производств в Самарской области. За 7 месяцев 2021 года предприятия отрасли отгрузили продукции на 393,5 миллиарда рублей. Этот праздник традиционно объединяет миллионы тружеников машиностроительного комплекса, которые создают уникальные машины и оборудование, внедряют инновационные технологии, реализуют важные инвестиционные проекты, осваивают выпуск самой современной востребованной продукции. От имени Самарского регионального отделения Союза машиностроителей России поздравляю вас с профессиональным праздником Союза машиностроителей. Желаю, прежде всего, успехов, здоровья и счастья вам и вашим семьям, достатка и удовлетворения тем делом, которым вы занимаетесь. У ПАО ДК Кузнецов темп роста отгруженных товаров за 7 месяцев составил 262% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одна из главных задач предприятия – продолжить ритмичный выпуск двигателей НК-32 второй серии для стратегического бомбардировщика Ту-160М2. Особое место в отрасли занимает и АвтоВАЗ, производящий легковые автомобили и компоненты к ним. Объем отгруженной продукции предприятия по итогам 7 месяцев 2021 года увеличился на 49% и составил 170,5 млрд. рублей. Развитию промышленных предприятий Самарской области способствует реализации мер государственной поддержки. В 2020 году машиностроители региона получили субсидии на общую сумму более 2 млрд. рублей из средств федерального бюджета. Ряд предприятий Самарского региона, включенные в перечень системообразующих, получили льготные займы на общую сумму более 4,5 млрд. рублей. Виктория Шарая, События.